Новости из Мирного. Для строительства и разработки Верхнемунского месторождения в Удачнинском горно-обогатительном комбинате будет создано специальное подразделение, курирующее этот объект. Таким образом, численность работников ГОКа вырастет почти на полторы тысячи человек. Для того, чтобы обеспечить приезжих жильем, решено построить дома при поддержке компании «Алроса», передают коллеги из Мирного. Что нам стоит дом построить? Вопрос по возведению многоквартирного дома стоит уже давно. Свайное поле было подготовлено еще в конце 80-х. По ряду причин стройка была приостановлена. В настоящее время, после долгих переговоров, специалисты пришли к решению построить здесь жилой дом. Строительство начнут в этом году. В настоящее время проводятся тендерные процедуры по выбору подрядчика. Весь комплекс работ планируется выполнить под ключ. Техзадания, план, какой дом должен быть и так далее, мы все это выдали. Выдали на одном из свайных оснований. Мы начинаем строить то свайное основание, которое у нас за магазином «Феникс». Именно то предварительно взяли. Сейчас будет обследование и, соответственно, будет принято решение. Согласно тех же исходных требований, подрядчик, который будет проводить строительство, он должен провести экспертизу с военного поля, убедиться в том, что оно соответствует всем требованиям и начать строительство. В доме будет 4 подъезда. Общая площадь около 9 тысяч квадратных метров на 130 квартир. Все они будут оснащены приборами учета и необходимой мебелью. Но вот кого в первую очередь планируют разместить в нем? И смогут ли удачницы приобрести жилье в новом доме? Согласно положению, компания «Алроса» заключает договор с приглашенными специалистами либо с молодыми специалистами на определенный срок. То есть за этот период работник в состоянии скопить какую-то определенную сумму денег для того, чтобы приобрести в собственность квартиры, но, опять же, не в этом жилом доме, а в самом городе удачном. То есть это будет дом с постоянной текучкой жильцов. Для продажи этот дом и эти квартиры не предназначены. То есть, к сожалению, жители города могут не обнадеживаться. Стоимость проекта составляет более 600 миллионов рублей. Со слов Александра Махрачева, директора Удачинского горно-богатительного комбината, объект будут строить в одну очередь. Связано это в первую очередь с резко-континентальным климатом. После проведут благоустройство при дворовой территории. Срок в эксплуатацию с сентября 2018 года. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».